В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! В Наринмаре прошли необычные соревнования по слепому десятипальцевому методу набора текста на клавиатуре компьютера. Участниками состязания стали студенты, работники и служащие. Организаторами мероприятия выступили Общественная молодежная палата при Городском совете и Окружная некоммерческая организация, Региональная общественная организация развития творческих и социальных направлений «Студия БЛИЦ». Это не единственный проект организации. Сегодня поговорим с председателем Алексеем Пленокосом. Алексей Викторович, здравствуйте! Добрый день! Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, что представляет из себя ваша организация, чем вы занимаетесь? Ну, на самом деле, Федеральный законодатель предполагает, что название некоммерческой организации, оно включает в себя характеристику его деятельности. То есть, давайте смотрим, у нас Региональная общественная организация. То есть, предполагается, что мы действуем на регионе поскольку зарегистрированы Министерством инвестиций Архангельской области Ненецкого округа. То есть, во всем Ненецком округе. То есть, организации могут быть либо местные, в Наримаре, в каком-то поселении, либо общероссийские. У нас Региональная работа по Ненецкому округу. Общественная организация. Это предполагает то, что у нас участники, граждане, вступили добровольно для того, чтобы достигать каких-то своих целей, интересов на добровольной основе. Они являются членами общественной организации. Соответственно, мы работаем вместе, управляем это организацией. И сама суть наименования развития творческих социальных направлений «Студия БЛИЦ». «Студия БЛИЦ» получается, это что-то красивое такое название. А «Развитие творческих социальных направлений студии БЛИЦ». Сами понимаете, что мы работаем в творчестве, в социальном направлении. Занимаемся обучением, занимаемся экологическими акциями, занимаемся образованием. Там, где нет необходимости получать лицензию. То есть то, что допустимо уставом нашей некоммерческой организации для своей деятельности. А когда была создана ваша организация? Здесь вопрос хороший. Есть такой замечательный человек, Альберт Людвиг. Я знаю, вы у него когда брали интервью по этой работе. Просто назову, что ранее, в 2010 году, Альберт Людвиг в целях развития фототворчества организовала своими коллегами Нарьяна Виндер некоммерческую организацию «Фотостудия Блиц». То есть в дальнейшем, когда деятельность пошла, уже решили более сильно расширить круг деятельности этой организации, то слово «фото» было убрано. И сейчас мы можем заниматься более большим количеством вопросов, а не только фотоработой. То есть можно сказать, что уже более 10 лет организация существует, правильно? Да, с 2010 года Альберт Людвиг создал эту организацию с своими друзьями из Нарьяна Виндер. Вот в начале программы я сказала о том, что буквально на прошлой неделе проходил у вас необычный конкурс. Расскажите, пожалуйста, что это был за проект, кто в нем принимал участие и для чего это вообще нужно в первую очередь? Ну, то скажем так, это один из проектов, который мы реализуем, точнее, реализуем давно. Проект очень сложный получился у нас. Для меня это был первый проект после того, как я стал членом организации. Расскажу о методе. Суть в чем, буквально в 1888 году в Америке один из тенографистов придумал, как можно быстро набирать на клавиатуре, тогда их печатные машинки, и провели первые соревнования. Ну, народ, как бы, удивлен. Сейчас, может, вы знаете, что в Западной Европе, в Штатах, процентов 90 школьников умеют набирать 10 пальцем, не глядя. А у нас в России это, как бы, не совсем так. Поэтому, когда я научился сам набирать, я долго мечтал об этом, и у меня появилась идея научить жителей округа, заинтересовать их. Ну, сунулся туда-сюда, скажем так, за грубое слово, извините. Поддержали меня в администрации региона и предложили выйти на реализацию этого проекта посредством некоммерческой организации. Ну, и тут мне получилось, что мы встретились с Людвигом, и я стал членом организации, мы подготовили проект, и вот с 2018 года реализуем. Метод, повторюсь, предполагает, что вы набираете не двумя пальцами на клавиатуре, не четырьмя, а десятью, не глядя. Для этого необходимо всего лишь обучиться, вот чем мы занимались. То есть, наш предполагал, что мы за счет окружного гранта получили небольшую финансовую поддержку на приобретение подписок одного, не буду говорить, названия, клавиатурного тренажера, который мы бесплатно предоставляли всем желающим. То есть, буквально за три года я посетил порядка сорока организаций в городе Наримаре, разговаривал с руководителями, разговаривал с работниками, предлагал им бесплатно пройти обучение. А обучение может пройти любой, хоть вам, извините меня, 10 лет, хоть вам 75, есть люди, которые обучаются. Поэтому мы во всех слоях попытались пройти обучение, обучить людей. Это было Нижнепеша, это было Телеска, Наримаре. То есть, буквально я сам встречался, наверное, человек, ну скажем так, полторы тысячи человек точно я пытался убедить в этом. Ну скажем так, я сегодня посмотрел, сколько у нас прошло учеников, которые пытались это сделать, научиться. У нас, получается, 137 человек буквально согласились на это, но научились 13 человек, то есть 10%. И вот сейчас у нас, получается, завершающий этап. Мы буквально при завершении гранта собираемся провести соревнования. Вот это вот 25-го числа, он, скажем, были соревнования совместно с Молодежной палатой Совета городского органа Наримар. Это в честь детского студенчества, то есть, извините, день российского студенчества, 25-е января. Татьяне день, так точно. И вот в этот день мы решили провести первое соревнование. И вот удачно, я, конечно, с трудом искал, кто согласится на соревнования прийти. Пришло 6 человек. Я с таким удовольствием, мы с таким удовольствием провели соревнования, вручили эргономические клавиатуры трем победителям. И у нас предполагается, что мы еще буквально 4-5 мероприятий проведем. Я также прошу, чтобы кто желает показать свои навыки, что он умеет печатать 10 пальцами, пожалуйста, в течение двух месяцев мы проведем еще, повторюсь, несколько соревнований. Жду ваши заявки и надеюсь, что мы с вами встретимся. А вот эти люди, которые принимали участие в соревнованиях, они ученики ваши, которые приходили учиться? Вот из тех 130 человек или 13 успешно окончивших? Было 6 человек. Из них, получается, двое, которые прошли курс, то есть буквально научились. Они, причем, скажу, что у нас есть сертификаты, не знаю, показать или показать. То есть сертификат – это такой документ, который вы можете показать своему работодателю и сказать, что, мол, я умею печатать 10 пальцами, в резюме можно приложить. То есть в том числе с Юрием Васильевичем мы общались с губернатором Кинейского округа, когда тоже я с ним по этому вопросу общался. Ну, спасибо ему за поддержку. Мне удалось там поговорить с работникой администрации. Он знает об этом вопросе, когда говорил, что сын у него тоже умеет. И, возможно, что этой же программе обучался. Поэтому вернусь к соревнованиям. Из 6 человек двое прошли обучение, имеют сертификат такой, который мы вручили на соревнованиях. Двое самостоятельно обучались. Именно той же программе причем удивилась. И двое ребят, девочки, которые, скажем так, никогда не слышали, что можно печатать 10 пальцами. Поэтому победили как раз те, кто умеет что сказать. Вот на самом деле, я когда новость эту увидела, я вот не вчитываясь в нее, когда я увидела слово слепые, я подумала, что это что-то связанное с людьми с ограниченными возможностями. Вот как-то оно вот так воспринимается новость, а оказывается... Ну, скажем так, это такое название метода печати, слепая печать. А так буквально она звучит метод печати, 10 пальцев метод печати на клавиатуре компьютера. Не глядя на... ни сюда, ни туда. Как долго обучаются этому? Вот по вашему как раз проекту, сколько должны были обучаться по времени? И насколько сложно это обучение? Мы купили подписку, которая... каждая подписка действовала на 3 месяца. То есть в течение 3 месяцев предоставлялась возможность на работе, кто-то разрешал, кто-то дома, кто-то не спит, допустим, минут 15-20 в течение дня, может быть, вечер, позаниматься в онлайн-режиме. И пальчики сами запоминают. То есть механическая память. Ты уже не смотришь ни двумя пальцами, ни десятью. То есть повтор упражнения дает возможность запомнить пальцем, и они уже... сам не думаешь, куда ставить пальчик. Он сам тянется туда, куда надо. И он знает, что за тем пальчиком вот я нажму, а вот за этим пальчиком я сам нажму. Ты уже как бы не думаешь об этом. Поэтому кто как учится. У кого-то, я знаю, что мы умудрились обучиться за 4 дня. Я читал это на сайте, на котором как раз онлайн-тренажеры существуют. Кто-то мучается, 3 месяца не успевает. Я победил эту штуку, скажем так, среди попытки. То есть первый раз я пытался научиться в 2001 году, еще будучи сотрудником милиции. Потом еще пытался. И третий раз, когда был уже директор Министерского лесничества, нашел, скажем так, себе время, научился. И вот я сейчас здесь, в том числе в некомерческом секторе. Возраст, пол имеют значение, когда ты обучаешься? Главное, что пальцы были. Люди из села не принимали участие? Принимали участие. В конкурсе принимали? Нет, в конкурсе нет, но обучение – да. Из каких населенных пунктов? Нижняя Пеша, Тельвиска. Но мы предлагали всем. А в конкурсе они не стали участвовать? Ну, конечно, нет. Из-за качества интернета? Я не знаю. Нет, в конкурсе предполагается, что у нас конкурс будет здесь. То есть мы проводили именно на базе Совета городского города Наринмар, молодежный палац Совета городского города Наринмар. Соответственно, мы предложили с ними пройти мероприятие. У них тоже было параллельное мероприятие, которое проводили. И на этой базе, именно все вместе, мы на одном компьютере по очереди. Ну, как, спортивное состязание. Попытка получилась? Не получилось? Передай другому. И так они два круга проходили. Первые пытки неудачные, а вторые – ну что ж, кто как. Победитель, скажем так, он набирался скорость 195 знаков в минуту. А кто победил? Можно сказать? А я вот, если честно, по памяти уже не помню. В новостях это есть. То есть это Антон, Антон, фамилия виноват, не помню. Но клавиатуру ему, агрономическому, хорошему ему вручили. Здорово. Но у вас будут подобные проекты? Вы будете еще что-то проводить в течение года? Или… Нет, у нас завершается проект. У нас из-за пандемии нам пришлось его продлевать. То есть у нас изначально было и в школах, но не получилось. Поэтому продлевали дважды. Сейчас уже сроков нет. Я намерен его завершить в марте месяце. Соответственно, вот сейчас у нас соревнования пройдут. Я читаюсь за проект. Но у нас как бы еще есть возможности дальнейшем проводить. То есть в рамках мероприятия я нашел контакты с организацией, которая лицензия этих подписок. Приглашала суда, в том числе их. И на самом деле они помогали, а предоставляли лицензии больше, чем мы смогли купить в рамках агранта. Давайте немножечко вы затронули тему лесничества. У вас огромный опыт работы со школьниками. С школьниками школы интернации, школы имени Пырерко. Простите, она сейчас называется школа имени Пырерко. «Школьное лесничество». Расскажите, пожалуйста, немножечко об этом проекте. Он завершился или он продолжит свое существование? Ну, взаимодействие со школой интернатом действительно можно называть, наверное, проектом. Дело в том, что я уже говорил, что я в свое время был директор Министерства лесничества. А в России все лесничества, по сути, взаимодействуют с учебными заведениями. И мы нашли хорошую возможность и интерес именно в школе-интернаты. Сметаня Елена Васильевна, заведующая интернатом при школе, она тоже заинтересована в экологии в том числе. И мы, как низко лесничества, как и школа-интернат, как и студия Блиц, мы, по сути, были завязаны в реализации совместных проектах. Где-то заинтересовать ребят в посадке зеленого саждения. Вывозили в том числе зеленого саждения. Приобретали либо за счет бюджета округа, не из колесничества, либо за счет наших леченских взносов. Приобретали перерезы, рябины. Привозил я с Ленинградской области, с Сарвенца, 40 сосенок. Возили с ребятами их в Бугрино. Возили, передавали в другие населенные пункты. То есть, как бы востребовано было, мы, когда я ушел из неисколесничества, сейчас у меня другая основная работа, то, естественно, мы контакты оставляем. То есть, мы сейчас, у нас есть мероприятие, которое мы планируем провести вместе. А более того, учитывая, что я был руководителем неисколесничества, то и все мои сотрудники в почти полном составе оказались членами нашей коммерческой организации. Поэтому, конечно, мы будем сейчас продолжать этот проект с ребятами со школьного лесничества, которое, кстати, называется «Саваня. Друзья». С нейского языка. Какие проекты у вас под реализацию стоят, если так можно сказать? Какие в планах проекты большие? О чем можно рассказать? Ой, большие проекты у меня есть, но у меня не получилось буквально в прошлом, позапрошлом году мы получили хороший грант, это президентский грант и поддержка Лукойла. Но пока, видимо, плохо подготовились. Поэтому я вам про него не скажу. Это будет такая ожидаемая малоархитектурная форма в городе Наринмаре, которой, возможно, будут приобщены организации, школы, другие учебные заведения, организации. Поэтому я про него пока не скажу, это будет секретом. А так, я могу сказать, что мы из такого основного, может, проводили в ближайшее время. Ну, понятно, что, повторюсь, мы сейчас занимаемся больше интересом к экологии. Про клавиатурный тренажер я уже сказал. По экологии, ну, понятно, что мы, естественно, занимаемся посадками зеленых насаждений, естественно. Такое мероприятие, природа нау и мы, помогали, опять же, ребятам узнавать деятельность хлебозавода, деятельность местокабината, то есть, зная, как оно работает, производство. Это я говорю, снова, получается, вернулся в школу лесничества, потому что именно мы с ними работаем в большей части. В 2019 году к нам обратилось землячество поселка Просундуй и деревня Никицы. У них как раз, если им помнить, память не изменяет, поселок Просундуй как раз в 2019 году, у них было 180 лет после того, в каких населенный пункт был поминован в каких-то исторических документах. Это я просто, я уже помню, что старейшие мероприятия рассказывали. А в отношении деревни Никицы в 2019 году был это 30 лет со дня образования одного из старейших землячеств. Вот они тоже к нам обращались, и мы с помощью КЦ Растегаевой Евгении Николаевны, спасибо ей, организовали проект и вывозили людей, потомков этих населенных пунктов к местам, то есть их малой родины. Просундуй, Никицы, где проводили мероприятия по уборке территорий, по экологической акции, восстановлению крестов, могил, памятников, как бы, сооружений. Вот точно такое мероприятие. Ну, это основное, наверное. А в планах вот только вот это вот тайное мероприятие, которое пока в секрете держится. Больше таких каких-то конкурсов, ничего, обучающих конкурсов, ничего пока нет? Мы сейчас завершим этот очень тяжелый проект по клавиатуре тренажера. На самом деле из-за того, что он оказался затяжным, он оказался очень тяжелым. Я когда хотел его реализовать, ну, возможно, не думал, что будет так тяжело. Поэтому мы сейчас с ним завершим. И там у нас есть идея. Вот, допустим, опять же, по школам и лестничеству, по ребятам, там, конечно, уже другие ребята работают. Елена Васильевна Смитановна обратила к нам, чтобы мы приобрели садовый инструмент, чтобы по весне поухаживать за деревьями, зелеными сажениями, которые там существуют. Секаторы, ножницы. Поэтому мы сейчас за счет следовательских взносов приобретем это имущество. И вот, скорее всего, по весне мы к ним придем. С людьми, которые понимают, что такое, как ухаживать за зелеными сажениями. Вот, наверное, это ближайший проект, который у нас все будет, ожидается. А так мы готовимся к тому тайному мероприятию, который, я надеюсь, мы реализуем в ближайшие полтора года. Обязательно нас держите в курсе, чтобы мы освещали, рассказывали. Да, потому что это будет интересно. И скажите, сколько у вас человек работает в вашей некоммерческой организации, и кого вы привлекаете для помощи в реализации проектов и деятельности? Ну, у нас некоммерческая организация, во-первых. То есть у нас не то, что сотрудники-работники, мы все работаем на общественных началах. То есть у меня основная работа другая. У ребят, в свидетельстве, большинство не низкое лесничество. А у других, как бы, опять же, те организации, которые они на постоянной основе. А так у нас, последний раз, мы собрались 10 человек, а основные, ну, 3 человека, наверное. Из них, наверное, я бы сказал, выделил свой сейчас правый рук, наверное, Илья Пронин, который не только в нашей некоммерческой организации является членом, но и еще в Федерации компьютерного спорта, а не из Кавтонного округа. Как я знаю, у него, по-моему, даже есть разряд судьи киберспорта, по-моему, 3-го разряда такое. То есть активный человек, а поэтому я не один, у нас есть своя команда. А так, кого мы привлекаем? Естественно, тех людей, ради кого мы это делаем, ну, допустим, либо школьники, либо детсадовцы, либо, опять же, землячество были, да? То есть, естественно, они тоже участвуют в активном мероприятии. Но в том числе, учитывая, что мы некоммерческая организация, а мы, когда я вошел в эту тему некоммерческой организации, то познакомился с другими людьми, которые занимаются аналогичными проектами социальными. И, допустим, сейчас, естественно, мы поддерживаем большие отношения, хорошие, с региональной общественной организацией «Нарьян Мир», руководителем Лапановича Александра, региональной общественной организацией студии анимационных фильмов «Ангелы», что-то такое, может, неправильно называю, Сергей Ладыкин. То есть, мы либо помогаем друг другу, либо обменяемся имуществом, которое приобретено, либо другими материалами. Вот, то есть, мы общаемся не только с ними. То есть, по сути, у нас круг некоммерческой организации, он такой достаточно большой. То есть, то, что я с кем общаюсь, я раньше, конечно, людей не знал. Знаю, что они были, но чем занимались? Нет. До 2017 года, пока я там не вошел в некоммерческий сектор. Почему вы решили работать в некоммерческом секторе? Насколько это комфортно, насколько это интересно? На самом деле, я не думал, что буду заниматься общественной деятельностью. Оказался я в этой сфере, да случайно. Вернусь в клавиатурный тренажер, я научился печатать. У меня была идея научить больше людей. Я заболел этим. Мне объяснили, что это самый простой вариант через некоммерческую организацию. Тут случайно нас свели с Альбертом Людвигом, а он как раз собирался переезжать в Калининград на постоянное место жительства. И у нас так сошлось, что он говорит, давай, занимайся этими вопросами. Я пока поехал, и вот я вошел вату стезю. И пока вот я с 2017 года занимался этими вопросами. Насколько это интересно? Насколько это комфортно вообще? Ну, я не знал раньше, что мне кажется, нравится общаться с людьми. Ну, нравится. Даже будучи сотрудником милиции, скажем так, мне не нравилось общаться вообще с людьми. Такое сравнение. А получаете ли вы поддержку от органов власти, от местных органов власти, от окружных органов власти? Какая-то поддержка и хватает ли этой поддержки? Вообще, как складываются отношения с властными структурами? Ну, здесь, смотрите, во-первых, есть полномочия у региональной власти, у органов местного управления. И, соответственно, и там, и там созданы структурные подразделения. Допустим, в департаменте внутренней политики есть сектор по взаимодействию с общественными организациями. И, не помню название, не струй важно, ладно. И, соответственно, в городе есть отдел по взаимодействию с общественными организациями. С ними мы находимся на контакте постоянно. То есть где-то есть свои чаты, то есть мы информацией обладаем та, которая есть. Они иногда нас привлекают. Спасибо, есть помощь, в частности, в отношении грантов. Наши организации, конечно, не очень часто получатели их. Но очень хорошо помогают субсидии, которые каждый год выделяет окружной бюджет. То есть в прошлом году мы из двух конкурсов участвовали один раз. То есть не всегда выходим, не всегда интересуемся, но поддержка нужна. В частности, субсидии нам помогают закупывать услуги бухгалтерского учета и содержание банковского счета, скажем так, который должен быть юридического лица. Вот в этой части поддержка хорошая. А так, конечно, есть гранты. У нас есть финансовая, материальная поддержка. У нас, по сути, есть конституционная поддержка. Эти организации, структурные подразделения привозят людей из Минюста, из других организаций, которые помогают нам понять те проблемы, которые существуют. А либо узнать то, что мы не делаем, а должны быть делать и за что нас могут наказать. Поэтому я скажу, что мы крутимся в этом месте. Мы друг друга знаем, в том числе и сотрудников Департамента внутренней политики и администрации города в этой сфере. А имеются ли какие-то проблемы, с которыми сталкивается Ваша некоммерческая организация и как удается эти проблемы решить? Есть. Буквально, если последние проблемы... Скажу так, в последнее время, в 2021 году контролирующие органы активно взялись за переход передачи отчетности, бухгалтерской, статистической отчетности, в электронном виде. Соответственно, мы буквально сейчас все друг друга спрашиваем, ты сдал, ты сдал, ты цепок купил. То есть, по сути, необходимо будет обеспечить, чтобы у каждой некоммерческой организации был компьютер, который смогут потянуть в программу обеспечения соответствующий. Необходимо приобрести электронную старовую подпись, необходимо установить криптопро для работы, необходимо научиться этому. Вот, в общем, буквально сейчас, с 1 января, большей частью, вот первые две недели мы пока занимаемся теми вопросами. Хорошо там, где нет необходимости сдавать подробную отчетность, на нулевую так называемую. Когда, допустим, не сотрудников, как у нас, мы сдаем нулевую отчетность, и спасибо пока еще и Росстат, и налоговая инспекция, и фонд СУС страха, они пока принимают на бумажном носителе. Но вот мы сейчас находимся именно с этой проблемой, которую сейчас надо решать. И я понимаю, что все равно нам придется ставить покупать ЕЦП и устанавливать оборудование. Вот она самая большая проблема сейчас, которая у меня в голове сейчас возникла. А вот все сейчас жалуются, все и коммерческие, и некоммерческие организации на ковидное время. У вас как-то повлияло вообще на вашу организацию то, что были ковидные ограничения, что-то не удалось реализовать, или это пошло гладко? Вот как раз проект по слепой печати мы продлевали дважды, потому что изначально мы договаривались на поддержку в учебных образовательных учреждениях, что будем там проводить. Где-то я успел это сделать еще в 2019-2020 году, а потом организации сказали, что извините, мы не можем допустить, ограничения есть. Поэтому да, вот я об этом говорил, это была самая большая проблема им того, что мы находимся в такой ситуации. И сейчас на самом деле вот у меня месяц остается для того, чтобы провести соревнования. Проблема, я думаю, будет в любом случае. Но мы победим ее, скажем так. Алексей Викторович, вот расскажите еще немножечко о ваших проектах, которые вы в школьном лесничестве реализовали. Что вы делали с школьниками школы-интернат и еще какие были проекты, которые связаны как раз с экологией. Что это было? Ну я на самом деле ограничусь может двумя, которым не очень затронули душу. По предложению Елены Васильевны Сметаниной, школы-интерната, она говорила, что в поселке Бугурино деревьев нет. И у нее часто спрашивали, не привезти ли туда деревья. Поэтому, ну да, мы согласились с этим, поэтому у нас был очень положительный первый случай, когда мы туда привезли пять рябинок и вышли из вертолета. Народ с такими глазами, потому что говорят, все обещают, а никто не привозит. И эти пять рябинок просто посадили со школьниками, либо с их родителями. И потом в следующий год снова просили. И мне звонили, говорили, что у меня столько листочков выросло, у меня столько листочков. А от этих пяти рябинок на острове Бугурино, который, представляете, по площади, стояла всего лишь под одним домиком одна березка. То есть потом мы, конечно, еще привозили несколько саженцев. Сейчас, не знаю, давно там не был, учитывая, что не работаю в ненейском лисничестве. И после второй поездки, не знаю, по-моему, не привозили больше. Поэтому могу только извиниться, что больше не привез. А так люди, конечно, спрашивают. Второй случай, меня, конечно, очень затронуло, когда мы в садике, теми светик, с ребятами, наверное, четыре годика ребятам сажали рябины. Вы бы видели глаза, когда одному не хватило воды, либо ведерко. Вот эмоции его просто не передать. Вот ходил и всем рассказывал. А вот ты бы видел эти глаза ребенка, который хотел посадить дерево, вот они прямо держали стволик, но, блин, не хватило ему водички, либо ведерко. Вот такие вот мероприятия, которые за душу берут серьезно. И после этого, ну, приятной душе, ты понимаешь, что ты работаешь бесплатно, на общественных началах, ну, так чисто для себя, либо для кого-то. Какие необычные деревья вы посадили? И прижились они или нет во время этого проекта «Школьное лесничество»? Что вам удалось? Есть разные мероприятия, скажем так, на которые приходилось сажать. Дели мероприятия были формальными, честно скажу, а другие проводили, ну, с душой. Когда формальные мероприятия, скажем так, мне приходилось потом пересаживать, честно скажу, те деревья, которые были посажены. Вот когда с душой посадишь, он растет. Но самое главное, в течение года-двух их еще и ухаживать за ними. Посадили мы за пять лет, ну, очень много. Ну, просто очень много. Я бы, скажем так, деревьев насадил, дом не построил, сына не родил. Но деревьев на Ремаре, конечно, много за мной. То есть я почти все их знаю, все помню. Очень приятно, когда ты садишь с кем-то, и они до сих пор стоят. То есть я буквально за сотню могу показать деревья, которые я, может быть, своими руками сажил. А необычные какие-то деревья, непривычные для севера, были посажены там или не деревья, а какие-то растения? А непривычные не стоит. Нет, потому что большей частью, конечно, они должны приживаться. То есть у нас своя лесная зона, на которую нельзя привозить те деревья, которые теплолюбивые, которые не приживутся здесь. Поэтому максимум, что может быть привозить, это вот из зоны Коми, Кировской области, Ленинграда, и то, те деревья, которые пришлось ели. Очень народ просил, конечно, всегда рябинки. Вот это основные деревья. Привозил Елена Васильевна Смытанина тополь. Я давно его не видел. Он, наверное, уже из окна, скорее всего, поселился уже в школе-интернате. Скорее всего, сосны. Ну, что еще? Ну, елки, естественно, много-много-много. А почему вот вам так близка тема экологии? Вот вы в лесничестве работали, ну, можно же по-разному работать, правильно? Вот вы работали так с душой и озеленили город. И сейчас в некоммерческой организации все равно вы тему экологии продвигаете. Почему эта тема вам близка? Это так получилось. Я, на самом деле, никогда не думал. То есть до Ненецкого лесничества, когда мне предложили в 2017 году организовать работу с нуля этой конторы, я с лесом не занимался, только имел образование лесное. Так получилось. И я не думал, что у меня так пойдет. Я не думал, что у меня по общественной деятельности так пойдет. Ну, мне интересно, оказывается. Ну, это трудно вообще заниматься экологией в Ненецком округе? Или это все легко само собой получается всегда? Да, везде есть плюсы, есть минусы, но у нас получается само собой, наверное. То есть на самом деле работу можно делать все по-разному. Если когда тебе что-то нравится, вы же понимаете, что ты будешь нормально делать. Если не нравится, ну, делаешь. Лишь бы не наказали, скажем так. К вам за советом, вот несмотря на то, что вы не в лесничестве, к вам же все время за советом обращаются, где садят деревья, там обязательно вы. Ну, да, естественно. Ну, так получается, что, повторюсь, у нас в Ненецком лесничестве остались все мои коллеги, которые члены нашей некомельской организации. Соответственно, они меня все билгаршают, когда мы что-то делаем, мы совместно решаем. Соответственно, я там и оказываюсь. Ну, на самом деле, насколько я знаю, в Ненецком округе вообще очень мало специалистов, которые умеют правильно садить деревья. У нас была Варвара Бабкова, ныне покойная, она была специалистом в этом области, то есть она тоже всегда везде садила деревья. И почему так вообще складывается, почему так мало людей знают эти тонкости? Ну, потому что у нас крайний север вообще-то, а с Варварой Бабковой, да, как бы, очень приятно было с ней общаться, она очень требовательна, не дай бог, ты неправильно что-то делаешь. Потому что, на самом деле, когда я до Ненецкого лесничества работал с ней, а якобы, как сотрудник госорганов, выходил на подобное мероприятие, то я был удивлен ее требовательности. На самом деле, она правильно поступала. Я потом уже сам перечитывал, когда вспоминал лесное дело, как это, что делается, и звонил знакомым лесникам, с которым потом уже познакомился. Если кто-то, допустим, посмотрел передачу нашу и решил тоже заняться некоммерческой деятельностью, что бы вы посоветовали людям, которые, вот, что самое главное в некоммерческой организации, что нужно знать, чтобы организовать эту работу правильно, и чтобы проекты получали жизнь, которые задуманы? Самая главная команда, сами понимаете. То есть один ты можешь это сделать, а вдвоем, троем это много проще. Ну, естественно, необходимо понимание юриспруденции в части того создания некоммерческой организации, что ты хочешь добиться. Ты должен понимать, какую форму некоммерческой организации должен создать, потому что форм некоммерческой организации существует много. В том числе ваша телекомпания тоже некоммерческая организация, по сути, только что она может получать прибыль. Наша некоммерческая организация не может получать прибыль. То есть вы должны определиться, какой формы некоммерческой организации и какие цели вы хотите достичь. Соответственно, устав регистрации на юсти, но на самом деле сейчас помогают люди, Опять же, те организации, департаменты внутренней политики в администрации города, они могут посоветовать. Очень на контакты идут в управление Министерства юстиции Параханской области и Невскому округу. Там тоже очень можно легко позвонить, посоветуют все, что угодно. Опять же, они приезжают, помогают нам. То есть здесь советы получить легко. Да и мы сами поможем, в частности. Но ты должен определиться, чего ты хочешь, как ты будешь это делать. Бизнес-проект, на самом деле, хоть и без денег пока что. Но без денег ты ничего не сделаешь. А все проекты удается реализовать? Или есть такие проекты, которые приходится откладывать по каким-то причинам, которые не могут быть реализованы? Вопрос проектов. Если они выходят через грантовую поддержку, то понятно, конкурсы. И есть люди, которые определяют персонал и понимают, насколько этот проект в тематике. Насколько он сможет показать то, на что ты хочешь. И есть ли смысл за его браться. И, соответственно, тебе откажут. То есть, как нам уже дважды отказали. Я в последующем, конечно, согласился, что они правы были. Поэтому здесь все зависит от того, как ты подготовишься. То есть, чего ты хочешь. А вообще грантовая поддержка в Ненецком округе, на ваш взгляд, она достаточна? Или хотелось бы больше, чтобы больше поддерживали? С моей стороны, хотелось бы больше, естественно. Тут ничего не скажешь. Коллеги, которые в этой сфере уже работают несколько лет, до меня еще, они говорили, что раньше поддержка была больше финансовая. Но на самом деле сейчас есть и другие методы, то есть другие возможности. Очень хорошо, опять же, разват президентские гранты. Опять же, я уже говорил, поддержка именно Лукуэлла. Поэтому надо искать варианты. И они могут быть найдены, без проблем. Алексей Викторович, спасибо, что нашли время. Пришли к нам на программу, приходите к нам еще. А я напоминаю, мы говорили о работе окружной некоммерческой организации «Студия БЛИЦ». И говорили с ее председателем Алексеем Пленокосом. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»